Друзья, всем привет! У нас сегодня контрольное взвешивание индейцев, они вот у нас нашалили немного, взяли опрокинули поилку и налили на поддон воды за транс. Уже большие лошади, их в принципе пора пересаживать, но ждем когда потеплеет на улице. Вот они. Ну давайте расскажем значит, что мы здесь напридумывали, чтобы вам не было скучно и чтобы нам не было скучно, самое главное. И чтобы им не было скучно. Да, и чтобы им тоже не было скучно, как говорится. Значит смотрите, в общем разделили мы наши около 60 голов индюков, мы потому что не знаем еще точно сколько их, кстати, мы могли бы посчитать уже, они уже позволяют это сделать. Да не носятся по сумасшедшим. Да, мы не заморочились пока этим вопросом. Вот здесь могу вам точно сказать, здесь 20 штук отсажено. То есть здесь 15 хайбридов и 5 бигов. Значит смотрите, вот эти товарищи они у нас... Не ты объяснишь, что биги с колечками? Да, биги с колечками и у них еще остатки краски на лбу. Вот смотри, что делать. Смотри, смотри. Вот сейчас такие черви большие. Конечно нужно же съесть. Смотри, смотри, что делать. Больно? Да. Больно. Они уже больно клюются. Больно. Вот. Давайте, ладно, расскажу. Значит все, насладились в пицце. Так, вот эти 20 особей они будут у нас расти на пурине. Вот эти 40, ну около 40, мы уже там потом пересаживать будем, посчитаем конкретно. Скорее всего чуть меньше, там может быть 38 их будет. Здесь у нас будут, здесь 5 бигов, значит здесь у нас сколько их осталось? 13, да? Да. Здесь 13 бигов, остальные конвертеры из 38 и 40. Они у нас будут расти вот на таком корме от Южной короны. Как вы помните уже, да, что этот корм заявлен производителем без лекарственных препаратов, даже для индейки. Вот. И мы будем, значит, вот это поголовье индейки выращивать на Южной короне. И в итоге у нас будет возможность сравнения по весам, какой разброс будет, не будет. В общем, как они себя будут чувствовать на этом корме, как на этом. Я думаю, что вам будет интересно. Но нам будет интересно, так как будет холодно довольно-таки все это делать, но мы сделаем. Ну, в общем, разницу вы поняли, да? В этом корме нет лекарственных препаратов, в этом корме есть лекарственные препараты. Вот, допустим, взять старт. Здесь у нас плавофосполипол есть, мононзин натрия и никорбозин какой-то. Да, я вот не знаю. Первый раз я вот увидел его, да. Вот. Это значит у нас в старте. Так, кстати говоря, интересно узнать, если в старте во втором лекарственные препараты. Давайте мы сразу посмотрим. Так, 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 нет. Не заявлено. Кстати, я тоже на сайте у них не видел. Закрепитель гранулы, пробиотик, витаминный, минеральный премикс. Смотри. Нет, походу, что в старте во втором уже нет. То есть до трех недель у них в старте первом идет лекарственный препарат. Ну, несколько. А здесь я не вижу. И вот вчера я тоже смотрел у них на сайте, тоже не увидел. Хотел на мешке посмотреть. Да, смотри. На мешке тоже нет. Так, а по корму. Вот, смотрите, давайте я для сравнения сейчас нацеплю того и другого. Так, вот корм урина. Это старт один, напоминаю. До трех недель. Это южная корона. Это просто старт. Он идет у них один от нуля до восьми недель. Да. Так. Южная корона, урина. Да, южная корона посветлее. Видно немножко. Посветлее. И, значит, гранула вот. Примерно одинаково крупная. Нет, видишь, смотри, я уже тебе взял, грубо говоря, на дне мешка. Я боюсь, что будет у пурина на дне мешка. Но я хочу вам сказать, и не только вот у нас такая проблемка нарисовалась. Наши подписчики и люди, которые тоже используют этот корм и, значит, нашу птицу выращивают, да, которую вот мы вывели, смотрите, жалуются на то, что мелковат в этот раз корм стартовый. Да. Вот смотри, я только насыпал, да, вот эту вот. Здесь еще как-то есть крупка, да, какая-то. А вот здесь вот уже так ближе к пыли. Вот видишь? Да-да, ну понятно. В общем, есть нарекания, что что-то в этот раз как-то плохо они его едят из-за того, что мелкая крупка. И, соответственно, плохо растут. Сейчас я вам покажу другой мешок. Это мои наблюдения личные. Но я думаю, что они справедливы. Вот другой мешок. Он тоже стартовый, старт один. Посмотрите. У него другая этикетка, немножко шрифт, да, вот отличается. Почему? Потому что это другая партия. Вот это от 0.9-го, 0.2-го, да, а вот это от 18-го, 0.3-го. Так вот этот корм, у меня было три мешка. Вот старт, да. Значит, вот первые два мешка были вот эти. Это серия. От февраля, от 9-го числа. И вот здесь, здесь был корм крупнее. Крупка была крупнее, чем вот здесь. Вот. И вот на этом корме, вот на этом корме, вся птица содержалась до 14-го дня. Потому как птица у нас появилась раньше, чем нам поставили корм. И я кормил до 14-го дня всех индюков вот этим вот стартом. У которого гранула была, вернее, крупка была покрупнее, чем вот в этом мешке, который от другой даты. Так что, сразу вот вам говорю, хотите, пишите, что, да, этот эксперимент не корректен там, да, или еще что-то. Но вот так, вот так получилось. У нас не было еще этого корма, чтобы стартануть прямо с самого нуля. Но две недели, сами понимаете, на сроки 4,5-6,5 месяцев, но это ни о чем. Так что дальше мы кормим уже исключительно вот по разделению и будем наблюдать. Условия, в которых индейка содержится в этом помещении, одинаковые. Температура порядка 20 градусов, но вот сейчас вечером здесь 23. Ночью попрохладнее будет, утром где-то в районе 20, вот так вот будет градусов здесь. Ну, в среднем 22-23 градуса. Вентиляция работает 24 на 7. Производительность вентилятора 555 метров кубических в час. Сейчас, напомню, вентилятор выключен, потому как съемка идет, чтобы не шумел. Так, по помету, вот давайте, по помету. Помет на пурине. Ну, для нас привычный цвет, привычная консистенция. Ничем не отличается от бройлерного помета. И помет на южной короне. Он тоже консистенции привычный, нормальный. Единственное, что цвет такой более зеленоватый. Помет, так знаете, более естественного растительного запаха. Вот так я бы сказал. Что делаем? Взвешиваем, да? Да. Все рассказал или что-то я забыл? Все рассказал. Так, давайте, значит, куриновскую крупу взвесим. Давай я поберу их. Не такие хорошие. Что ты? Буду брать. Давай. Бери. Кого берем? С этой, с биркой или без? Сначала давай бигов взвесим там и там. Бигов, вот это биг. Нет, это не биг, это конверт. Ой, блин, да что ж такое-то у меня. Вот на тебя. Вот он, допустим. Да. Точно нам предлагали, помнишь, для птицы, чтобы она не дергалась. Так, подожди, убери-ка, убери-ка, убери-ка. Давай-ка я какашки уберу, это все-таки индейка. А какашки бролерные. Мы сегодня еще бролера взвешивали. Чтобы у нас не было никаких тут проблем. Давай. На лапке браслетик. Все, помилял? Да. Тихо, садись, садись. Все, все. Так, 830. Опа, смотри, ты видел как улетел? Ничего себе. Вот этот орел, да, вон, выпрыгнул. Да, с тобой. Ну-ка, иди-ка сюда. Так, давай, 2-го бега. Сейчас я руки уберу, секунду. Все. Так, 730. Вот это табличное значение для самца в 21 день. Сегодня 21 день. А для самочек значение должно быть 690. Я третьего схватила брать? Давай. Все, бега последнего, ладно? Да, бега последнего. Это тяжеленький, прямо. Тише, 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 тише. Подожди, посажу, 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 посажу. Типа. Тихо. Вот. Есть? 915. Ура. Все. Так, все. Это, что касается двигов. Теперь хайбридов. Давай, да, хайбридов отсюда. Опа. Там 10 грамм был, ну ладно. Там 10 грамм покапывал. Так, 865. Все, убирай. Так, эту птицу мы метить не будем кольцами, потому что они растут очень быстро, мы замучаемся кольцами менять, у нас столько нет. Давай. 880. Так, ну смотрите, вот пурина, несмотря на то, что мелкая фракция, растет птица, превышает свои табличные веса. Да, все, достаточно. Давай маленького вот этого вот. Давай, а то у нас батарейка садится. Давай, давай, давай. Опа. Тихо. Это маленький будет сразу. Прямо. А в нуле 10 грамм что-то там висит. Ну да потому что мы не накакали, а мы уж единицы. Так, 865. Все равно, смотри. Да? Больше положенного, да. Все. С этой стороны все. Так, с этой стороны все, да. Покажи мне. Так, вот этот биг вот отсюда. По нулям? Да. Так, 710. Ага, еще. Ну вот, вот, вон рядом стоит вот-вот. Ну вот под лампой прям, да. Так, 785. Так, у нас тут заминировали пол, мы немножко вытерли. Давайте третьего бега. Смотри, висит по нулям. Да. 845. Так, все, давай конвертеров. Это группа у нас на Южной Короне, напоминаю. Так, вот это не очень крупный. Давай. Хотя, блин, крупный, наверное. Это конвертер. Есть? 975, да. 975, да. Показывай, как он хочет. Еще там больше? Давай. Так, так, так. Ч-ч-ч-ч, ч-ч-ч. Роу. Есть? 900, да. Так, и последнего мелкого я здесь, что-то видел. Ой, совсем маленький есть, смотри, биг. Я просто покажу, мы взвешивать не будем. Вот он, смотрите. Вот, отстающий биг, видите? Да. Совсем мелкий. Так, давай конвертер мелкого, вон он. А вот этот к тебе пошел не мелкий конвертер? Нет, не мелкий, там вот меньше был. Сейчас. Вот, допустим. Да, да. А кажется, он мелкий, да? Ну, нет, это вот. Ну, там мельче был. Мельче? Я не вижу. На, держи. Давай, ты ловим, тебя, ты длиней. Ну, вот, допустим. 805. Ну, вот, да. Ну, все, давайте не будем больше их мучить. Так, давайте скажу еще быстренько по пропойку на данный момент. С 14 по 21, значит, сутки они у нас пили вот такие препараты. Пили, это укол, шприц для набора? Это для набора, да, чтобы не окислялся вот этот препарат. Значит, смотрите, бутафан. Покупал я его еще зимой, наслышан на нем, значит, давненько. Вот я его пробую. Это иммуномодулятор, значит, даю я чуть меньше, чем положено. Не 2 мл на литр, а чуть поменьше, значит. Так, 5 дней я им пропаивал. И сейчас они уже у меня пьют кальцийоборглоканат для того, чтобы поддержать ножки. Ну, скелетный аппарат, костный аппарат, опорно-двигательный аппарат. Хорошо. Да. Все, в принципе, больше ничего. А бурглоканат, скажи, какая консистенция в пропорте? Литр на литр я даю. Так, что еще? Препараты получают обе группы. Одинаково. И это. То есть по пропойкам все будет у нас одинаково. Разница будет только в корме. Еще, если у нас получится, я так попробую проанонсировать, если получится, мы постараемся, у нас еще породная индейка будет лупиться. Хотим попробовать ее. Постараемся какую-то часть из этой птицы объединить с породной индейкой и выращивать ее как породную индейку. И на выгуле, и без всяких там загонов, без всяких церемоний. Да, вот так вот дикарем их прям выгоним к породной индейке. Попробуем, постараемся это сделать. Потому как, сами понимаете, и так у нас будет здесь хлопотно и этих, короче, отдельно кормить, и этих отдельно кормить. Но не запутаемся. Но постараемся, да, все учесть, не запутаться, подсчитать в итоге, что получится. И вас не запутать. Все на этом. Следите за нашими экспериментами дальше. Жмите в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока. Но постараемся. Пожалуйста, откуда у нас цыпленочек такой хороший взялся? Из яичка. Из яичка. А потом они остановятся курицками беленькими. Беленькими, да. Да, мой дружок. Да, мой дружок. Не надо их знакомить, котенька. Пойдем цыпленочка положим отдельно к своим братикам и сестренкам, да? Сначала я его познакомлю и познакомлюсь к ним. Как тебя зовут? Пипи, меня цыпленочек, а тебя как зовут? А меня, Алена. Кусенька Фолина, как нравится. Очень интересно. Такая чудесная девушка. Колечко ему понравилось твое, да? О, смотри, смотрит. Смотрит на колечко, не может оторваться. Да, никто не может оторваться с такой красоты.